Журналист Андрей Шипилов, недавно эмигрировавший, как я понимаю, на Кипр, написал пост, где он сравнивает цены и жизнь тут и там. Мне всегда интересно читать блоги таких авторов, которые недавно стали эмигрантами и еще многому удивляются. Когда-нибудь, наверное, я сделаю сравнительный анализ цен Германии и России, но пока мне интересно зачитать вот эту небольшую статью. Одна из самых взрывоопасных тем для обсуждения – это где жить дешевле, в России или здесь. Какие шумные споры тут разворачиваются, какие масштабные конфликты, какая непримиримость точек зрения. До вашей заграницы гречка в пять раз дороже, а зато у нас свиной окорок всего по 2 евро килограмм, а у вас там электричество и бензин запредельно стоят. А у вас, а у нас и так далее. А и вправду, как оно на самом деле? Ведь если там зарплаты в разы выше, то и логика подсказывает, что это неспроста и там дороже. Но с другой стороны, если многие серьезные и заслуживающие доверия люди утверждают, что там, то есть здесь, на Западе дешевле, то это тоже не стоит сбрасывать со счетов. Давайте разбираться. На самом деле вопрос, где жить дешевле, вообще не имеет никакого смысла, поскольку сама жизнь, ее качество, ее уклад, ее специфика здесь и там, настолько сильно различаются, что сравнивать между собой эти две жизни по стоимости, это все равно, что рассуждать, какой автомобиль экономичнее, зеленый или дизельный. Просто не существует таких критериев сравнения, которые имели бы одинаковое значение тут и там. Ну какой смысл сравнивать цены на один и тот же продукт питания, если эти продукты все равно будут не одни и те же? Слишком разное качество продуктов, слишком разная структура питания. Да, гречка в Греции, извините за тавтологию, дорогая, но, уверяю вас, вы там не будете питаться гречкой, как бы вы ее не любили здесь. Не потому что дорогая, а потому что кулинарные рецепты там совсем другие, и вы, как бы себя заранее не настраивали питаться гречкой, с удовольствием будете следовать местным традициям. Ну какой смысл сравнивать, что тут килограмм макарон стоит 35 рублей, а там 90 центов, то есть в два раза дороже? Это будет не тот же самый килограмм тех же самых макарон. Итальянские макароны такого же качества, которые там стоят 90 центов, в России будут стоить около 200 рублей, а вот того, извините, дерьма, которое продается в России под видом макарон за 35 рублей, вы там днем с огнем не сыщите. Но это вовсе не значит, что там нельзя купить макароны по 35 рублей. Можно. Причем тех же самых, которые обычно продаются за 90. Надо только поймать акцию 2 по цене 1, которая гарантированно случится в течение нескольких недель, и закупиться в этот момент с запасом, если уж так хочется. Какой смысл сравнивать цены на электричество, если сама структура использования электричества будет совсем другой? Вот наш бывший соотечественник сокрушается, что он зимой потратил на электричество аж 300 евро в месяц, а в России платил всего 1000 рублей. Насколько жизнь-то оказывается там дороже? Милый мой, в России ты жил в микродвушке площадью 45 квадратных метров имени товарища Хрущева, которая отапливалась в центральном отоплении. А тут у тебя двухэтажный таунхаус, который ты снимаешь за треть от той цены, которую платил бы в Москве за двушку. И ты расточительно и глупо отапливал этот таунхаус электричеством целых два зимних месяца, вот и набежала. А возьми-ка ты московскую плату за центральное отопление, которую с тебя дерут там круглый год, и приплюсуй к стоимости московского электричества. И сопоставь годовые доходы тут и там, и получится, что ты даже дороже заплатил за свою московскую двушку. Вот потому-то и нет никакого смысла сравнивать цены на одинаковые позиции тут и там. Просто потому, что эти позиции вовсе не одинаковые, даже если обзываются одним и тем же словом. Тогда может быть просто сравнить общую сумму, которую человек тратит на жизнь тут и там. Идея симпатичная, но невыполнимая. По той же самой причине слишком уж не совпадает качество этих двух жизней. Когда меня спрашивают, сколько я трачу на жизнь на Кипре, я отвечаю, что сопоставимо с тем, что тратил в России, но все же чуток побольше. Ага, делает вывод собеседник, значит жизнь на Кипре все же дороже. А вот и нет. Если бы я тут вел тот же самый образ жизни, что вел в Москве, я бы тут укладывался наверняка в два раза меньшую сумму. Но все дело в том, что не получается у меня тут жить, как в Москве. Тут открываются совсем другие возможности и тут совсем другое качество жизни. Настолько другое, что вести прежний образ жизни кажется верхом глупости. Вот на Медне приезжал Андрей Гаврилов, самый выдающийся пианист современности, не побоюсь этого эпитета. Хрен бы мы его в Москве услышали. А тут мы с женой снялись с места и поехали в соседний городок на его концерт. Вещь в России немыслимая, а тут обычное дело. Бензин, билеты, туда-сюда, минус 50 евро за вечер. Можно было обойтись без этого расхода? Запросто. В Москве же обходились. А тут ну никак. Один раз, как говорится, живем. Теперь мы это понимаем. В Москве провести вечер в хорошем ресторане – это событие эпизотическое, во всяком случае так было для меня. А тут это повседневность. Тут жилье совсем другого качества, и чтобы оно, это качество, сохранялось, надо немного тратиться на его обслуживание. Можно и тут найти примерно такую же квартиру, какая была в Москве, и избавиться от этих расходов. Но если уж начал жить по-человечески, то возвращаться в советский полубарак совсем не хочется. Если рядом море с купальным сезоном 7 месяцев в году, то ежедневные поездки на пляж пробьют в вашем семейном бюджете дыру примерно в 1000 евро за год. Можно ездить и только по выходным, или совсем не ездить. Но зачем? И если можно каждый день. Можно ужинать с жареной картошкой и макаронами по-флотски. Но с тех пор, как я сюда приехал, мне не хочется макароны по-флотски, а хочется джамбалай, адобы, артишоков, осьминогов, устриц и таро. В Москве у меня не было возможности совершать поездки по горам, но здесь это обычная часть моего времяпрепровождения. Просто так, без особой цели. Просто, чтобы полюбоваться красотами. Это тоже расход. Бензин в горах вылетает в выхлопную трубу со свистом. Можно обойтись без этого? Можно. Но зачем? Глупо сравнивать, где жизнь дороже, в России или на Западе. И тут и там, сколько бы у вас не было денег в кармане, вы всегда сможете выстроить уклад своей жизни так, чтобы вам хватало этой суммы на жизнь. В России пенсионеры умудряются жить на 150 евро в месяц. Я знаю по соседству одну российскую пенсионерку, которая и здесь, на Кипре, умудряется жить на ту же российскую пенсию. Поджимается, конечно, но вполне себе живет. Прожить можно везде, на любые деньги. Вопрос только в том, какое качество жизни вы получите в обмен на эту сумму. Лично для меня этот ответ очевиден. Равно, как и для моей соседки-пенсионерки, живущей тут же на российскую пенсию. Обратно в Россию она не стремится. Андрей Шипилов Продолжение следует...